Представляю слово Кире Георгиевне Арестовой, кандидат исторических наук, доценту Пензенской духовной семинарии. Доклад Кире Георгиевне на тему «Братство православных христиан против путятинской смуты. Опыт сохранения церковной организации в Пензенской партии в 1920-е годы». Пожалуйста, Кире Георгиевне. Счастливые отцы, дорогие братья и сестры, благодарю за участие в столь знаковом событии в этих стенах. Действительно очень важно. И хочется продолжить мысли отца Константина о благотворном синтезе прихода и братства. Хотелось рассказать об опыте синтеза на следующем уровне. Это братство и епархиальное правление. Как это может сочетаться и сочетаемо ли вообще? И вот 2018 год стал знаковым для пензенской епархии. Он действительно очень важен нам для осмысления. Потому что 1918 год дал нам не только начало гражданской войны в Пензе. Как известно, Мелочешский мятеж, это гражданская война как раз в России. А что-то ведет в Пензе. Но также и начало путятинской смуты. И вот это обновленческое движение, первое в России, инициированное, поддержанное советскими органами. Оно началось именно в Пензе. И я задавал вопрос, как же Путята смог построить такую антитезу по разрушению. Есть ли положительный опыт борьбы с ним. И действительно, стратегически важной находкой в борьбе с разрушением церковного организма оказалось создание братства. Братство православных христиан, которое было создано по инициативе другого выдающегося стратега, священному мученику Иоанну Помера, именно в Пензе. И как они оказались оба, два таких великих стратега с совершенно разными целями в такой маленькой Пензе, вот об этом я хотела предварить свою историю. Дело в том, что на момент революции 1917 года Пенза мало чем отличалась от других уездных городов. И не было той почвы для каких-то новых веяний по сравнению с Петроградом. И естественно, что интеллигенция здесь была представлена слабо. Однако вот здесь случился тот синтез исторического момента. И прежде всего, это больше обнищание, конечно, священнослужителей. Это проблема кадровой нехватки. Это разрушение прихода. Будущий священному мученик Агустин Беляев писал, что приход уже не представляет ту единицу сплачивающую, что повсеместно оставление приходов священнослужителей. Ну, собственно, все эти проблемы, которые рассказывал вчера Алексей Пеклов. Поэтому Пенза не представляла каких-то особых предпосылок для возникновения вот этого обновленческого раскола. Но так совпало, что именно сюда был после многих переназначений и направлен Путята. Он рассматривал Пензу как дыру, просто можно сказать, куда его занесло. Это блестящего гвардейского офицера с юридическим образованием, стратега, действительно, у которого не удалась карьера советского офицера из-за любви к племяннице Николая II. И вот таким образом оказался в Пензе. Что здесь происходит в период с лета 2017 года по январь, сложно даже представить. То есть в августе месяце его отстраняют от управления Пензской епархии. И в момент, когда идут выборы в советы для участия в поместном соборе, Путята врывается с... просто устраивает митинги, врывается на собрания с своими последователями многочисленными и пытается перевернуть ход событий. То есть призывает, чтобы его избрали в члены поместного собора. И таким образом та революционная обстановка, которая нагнетается, и вот тот нокаут общественной жизни, он усугубляется еще и такими церковно-политическими событиями, чисто церковно-политическими событиями. Пензу просто сотрясают эти митинги, которые происходят в самом центре города Пензе. И таким образом городское духовенство просто в растерянности, потому что буквально несколько месяцев назад тот самый Путята был правящим архиереем, очень сложно перестроиться. К осенью 1918 года, во время открытия поместного собора и начала революционных событий, Октябрьского переворота, Пенза еще не была большевистской в ноябре. В этот момент как раз Путята и применяет все свои последние средства, он объявляет о создании народной церкви. Эта церковь, соответственно, отделена от синодальной, и даже была посланной депутацией в Константинополь для того, чтобы присоединиться к Константинопольскому патриархату. В этот момент, в декабре, происходит переворот Пензи, и Путята является прямо на собрании, где утверждена была советская власть, и предлагает признать народную церковь как единственную церковь, которая существует в Пензи законной, и которая, собственно, и представляет волю глаз народа. Можно себе представить вообще ситуацию в Пензе на тот момент. Правящего архиерея в Пензе, как мы понимаем, не было. Епископ был назначен только в январе, причем епископ Федор не представлял из себя той сплачивающей силы, которая могла противостоять этому серьезному действительно стратегу, который просчитывал каждый ход вперед. И вот последней точкой невозврата и, собственно, точкой начала, такой негласной начала братства, это является 15 февраля Сретине, на котором был объявлен общегородской крестный ход. На этот крестный ход были приглашены приходы, все приходы города Пензи, причем уже тогда выявилось, что три прихода не поддерживают церковное священное началье, запутятые, тут главные приходы, собор, Вопиеленский собор и Уголюбская церковь. Тогда уже они отказались участвовать в этом крестном ходе. Причем мы понимаем, что на этом крестном ходе должно было оглашено быть то послание патриарха, известное, призывающее к миру, покаянию и объединению. На свой страх и риск, практически в отсутствии правящей архиереи, епископ Прилукский на тот момент еще даже не добрался до Пензы, духовенство само сплачивается и сплачивает свои приходы, и крестный ход состоялся со всех приходов на соборную площадь. И вот именно там и происходит самая главная провокация Путята, которая накануне пишет донос в комиссариат об отделении церкви от государства о том, что этот крестный ход это политическая акция, что его надо разогнать. Ну, собственно, и сам наблюдает это из окна архиерейского дома, который находится буквально напротив в соборной площади, где произошли все события. Крестный ход состоялся, как я уже сказала, и то духовенство, которое там ярко проявило себя, потом в материалах уголовного дела по братству каждому из них был задан вопрос уже через год, почему мы участвовали в этом крестном ходе, как вы относитесь к посланию патриарха, то есть и Советская Власть понимала прекрасное значение этого события. И начались выстрелы. Выстрелы начались из окна рядом бывшего губернаторского дома была толпа расстрелена. Это первое был расстрел верующих в Пензе именно 15 февраля. И именно тогда начали каждый для себя принимать решения, можно и не участвовать в этих событиях, быть рядом с Путятой, собственно, и участвовать в народной церкви. После расстрела крестного хода ситуация стала критической. Следующий момент, который после попыток физического уничтожения просто народа и провокации Путятой предпринимает следующий свой ход важный. Это регистрация своего союза, христианский союз, так было названо, он прошел регистрацию с легкостью в органах юстиции и собственно стал функционировать. 6 февраля после крестного хода был отобран здание консистурии о каноничной церкви, я ее буду называть так, и после этого христианский союз завладел печатью и всеми консистуторскими делами. То есть епархиальное управление было практически перехвачено. Ну и после того, как епархиальное управление захвачено, конечно, следующая цель это приходы. И вот прежде всего необходимо было завладеть физически уже двумя главными соборами города Пенза, это, как по воспоминаниям очевидца, нужно было как воздух для путята, потому что своими стенами он должен был создавать поддержку для самочинного архиерея. И буквально крестовым походом сначала один крупный собор Поковиленский, а затем центральный собор был захвачен, то есть крестным, антикрестный ход, если первый крестный ход был расстрелян 15 февраля, то антикрестный ход был крестовый походный, вот так называемый, в количестве трех тысяч человек. Спасский кафедральный собор был захвачен на Благовещение 7 апреля. И таким образом духовенство было просто растеряно, связующего центра не было, жители не без того были запуганы, то есть выстрелы происходили то там, то здесь в революционной пенсии. Она была небольшой город, но очень концентрирована. вот события происходили, церквей было около 30, и таким образом борьба за каждый храм велась в этот момент очень остро. Нужно понимать, что Путята поставил задачу после захвата этих двух главных храмов поступить и со следующими храмами, таким образом завладеть обстановкой в Пензе. Ну, нужно сказать, что до уездов докатился вообще вот информация о него отлучении очень поздно, поэтому там еще пока все было тихо и упоминали как правящего архиерея, ну вот, связь работала очень плохо, но было все тихо. А вот Пенза как раз полностью включилась в такие революционные церковные события. И, конечно, после таких событий невозможно было не отреагировать и слались телеграммы одна за другой святейшим патриархом мы это находим в четвертом доме поместного собора, где говорилось о том, что ситуация критическая и она может выйти из-под контроля совершенно. После этого в апреле месяца святейший патриарх 22 апреля назначает своим распоряжением Пензскую епархию и Пископа старец Иоанна. На тот момент ему было 43 года, он был полон сил и идей. Он был великолепный эстратег, политик, как мы это увидим потом по его деятельности в Латвии. И, таким образом, практически произошло столкновение двух систем, двух политиков, ну и, собственно, каждый пензенец за годы его нахождения на кафедре был просто поставлен перед необходимостью выбора. То есть, либо он с Путятой и с вот этой антисистемой, либо он с епископом Аманом и с той новой структурой, о которой сейчас я расскажу о ней. Итак, в апреле месяце он приезжает в Пензу и переломной точкой идеологической стала буквально через два дня проповедь его яркое служение двенадцати Евангелий. Оно очень известно действительно для нас, для Пензы, потому что он служил в тогда колеблющемся Петропавловском храме, который должен был захватить Путяту буквально на днях. И вот он когда буквально продирался на лошади к обходу, его обступила толпа Путятинцев, пыталась сорвать и сорвалась с него облачение, она осталась в одних порчах и в рясе, ой, простите, в гипетрохиле, но это ему не остановило, он отслужил двенадцати Евангелий и произнес одну из лучших своих проповедей на тему Евангелия и крестоношения, о том, о евангельской любви, об объединении, о том, что назвал как бы своих людей крестоносцами. После этого это произошел духовный перелом в Пиндии и сразу же буквально вечером после службы его обступила толпа народа, которая его провожала до места его пребывания, буквально три километра раньше так, и эти люди и составили основу братства, которое не заставило себя долго ждать по образованию. Дальше я уже перейду к конкретным фактам. Итак, в мае, буквально через две недели после своего приезда, 8 мая в веденском храме, в одном из более надежных храмов города Пенза, происходит первое собрание организационного братства или союза православных приходов. Я подчеркну, что вдохновителем, организатором и инициатором этого братства являлся сам Владыка Иоанн. И причем название двойное, также мы дано было самим Владыкой, то есть союз православных приходов в скобочках братства. Это двойное название, оно так и продолжает называться на протяжении всей своей истории. Оно объединило в себе 13 приходов, то есть все крупных приходов 13 церквей и бесприходные храмы, захваченные путятой, также были здесь представлены общины этих храмов. Каждая община была представлена настоятелем, помощниками, то есть это и церковными старостами, такими как священномоченик Августин, Беляев, будущее тогда Александр, это и алтарники, и даже мальчишки 17-18 лет, как Николай Польхритудов, который затем создал огромную общину и связывался с общиной Алексея Мичева и Сергея Мичева от Портериев. Вот это организационное собрание очень важно по своему значению. На тот момент Пенская Епархиальная управление было запрещено, то есть ликвидировано, консистория и Епархиальный Совет были упразднены чуть ранее, 9 марта 1918 года, и в условиях того, что Христианский Союз Путята был зарегистрирован, практически управление Епархии осталось без рук, учитывая то, что вся переписка направлялась именно на Путята, в том числе и внешне, в том числе от Святейшего Патриарха, если она направлялась официально в Епархиальное управление, таким образом Совет Мочника к своему приезду не имел вообще рычагов по управлению Епархией. И первое, что он сделал, это, конечно, подал проект устава. Это произошло тут же в апреле 1918 года. Однако комиссариат поделения церкви от государства отреагировал на заявление об утверждении устава Епархиального управления однозначно, направив его в Следственную комиссию. Вот, что он пишет, возвращая обратно устава бывшего Епархиального управления, отдел сообщает, что подлинное заявление упомятое в управлении регистрации за подписью епископана припровождены в Следственную комиссию. При этом сообщается, что отдел подделения церкви от государства устава бывшего и пархиального управления не рассматривая вот это недавно. Все остальные попытки зарегистрировать пархиальное управление в органах юстиции, то есть как юридическое лицо для того, чтобы обладать за тем, исключать приходами уже договора пользования с храмами, естественно, не увенчались успехом, учитывая, я здесь мало касаюсь вообще вот этой разрушительной политики путята и затем использования советской власти и его опыта, нужно понимать, что советская власть на тот момент сознательно делала этот шаг, оставляя одно зарегистрированное управление в христианский союз. Так вот, поэтому это совещание первое организационное 8 мая по созданию братства конечно же ставило своей целью прежде всего через юридическую регистрацию нормализовать епархиальное управление на всех трех уровнях, создать антитезу разрушительной политики путята, еще раз, значит, разрушение путята и шло это органов епархиального управления, это приходов через заключение договоров на пользование своими общинами и третье физическое уничтожение как показал крестный ход и доносы. И вот антитеза это создание епархиального управления путем союза приходов и регистрации в органах юстиции, что произошло буквально через несколько месяцев. это нормализация переходской жизни через подачу заявлений, об этом я расскажу позже, и это защита физическое духовенство и мирян через такие коллективные ходатайства братчиков о сохранении жизни, в том числе самого епископа Анна. И вот об этом я сейчас расскажу подробнее. Откуда взялся устав? Для нас пока загадка все-таки мы понимаем, что он похож на типовой, хотя я сейчас выяснила, что собственно самого типового устава братства насколько мне известно не было, но вот в следственном деле архивов ФСБ по делу братства фигурирует два места, откуда могли поступить. Это Петроград, откуда было два братчика, и Казань. Оттуда привезли эти уставы, но собственно они сами по себе видно, что цели преследовало это прежде всего в общем русле действовали защита ценностей, защита храмов, ну и конечно сохранение христианских идеалов, то есть видно, что действуют в общем русле. во главе общины стоял совет из 12 членов и правление братства из 6 членов. Ведение всех дел принадлежало совету, правление являлось исполнительным органом. Согласно протоколу допроса 13 сентября 18-го года губернской следственной комиссии Пенского рефтрибунала по делу о незаконной деятельности братства председателем указанной структуры был избран Голев Дмитрий Васильевич Мирянин. Из его показаний следует также, что устав религиозной общины был утвержден комиссаром по отделению церкви от государства и зарегистрирован 1 августа 18-го года коллегии внутри видео. Прошло всего 3 месяца и устав могли зарегистрировать ну как бы прощелкал наш отдел по отделению о том, что это очень серьезная и опасная структура и зарегистрировал его. Вот подчеркну, что очень важно, что союз был образован с представителями приходских общин, которые активно отставили каноническую чистоту церкви. Почва, конечно, для объединения уже была готова, как я говорила, то есть вот тот крестный ход, расстрел и необходимость сплощения против путяты, они сами по себе являлись внешними катализаторами к сплоченности внутри. Но если проанализировать состав актива, то приезду будущего священомученика многие из них не носили священного сана. Это Александр Беляев, будущий священомученик Августин, он был членом Приводского совета Рождественской церкви, Николай Иванов, автор известной истории Путятинской смуты, Покровской церкви, Николай Михаил Польфритуд и его, говорю, мальчишки в 17-18 лет, но затем ставшие священнослужителями и, собственно, правой и левой рукой практически Владыкиана. Они были из Боголюбской церкви. И таким образом, вот широким участием мирян, мне кажется, выводилось хотя бы частично из-под удара активное духовенство города. То есть и то, что подсклавил именно мирянин, эту структуру управления приходами, также выводило из-под удара самого епископа Анна, ну, хотя бы частично. То есть какие-то решения мог принять на себя удар именно этот отлажный пензенец. Нужно сказать, что задача братства входила прежде всего, конечно, координация деятельности приходов для борьбы с движением Путяты, но и защиты веры и церкви. С документами видно, что братство существовало не только на бумаге, было его тискоустав и боролось за права. И вот основные направления прежде всего выделить это забота, конечно, об освобождении и заключении самого епископа, православных пастырей, мирян, подпоручительств верующих, ходят из-то осмягчения приговоров, улучшения условий тюрьмного пребывания, также материальная и духовная поддержка семей, кормильцы которых находили заключение за исповедание веры, и вообще материальное обеспечение бедных и сирот духовного звания. По этому поводу финансирование прахиальных органов управления епископа посредством братских взносов. Об этой части я хочу сказать отдельно, что была создана касса взаимопомощи, правда, просуществовавшая недолго, то есть мы практически такие крупные начинания видим только в зачаточном состоянии, потому что само братство юридически посуществовало только два года. Так вот, эта касса взаимопомощи, она и должна была содержать само прахиальное управление, которое лишилось, соответственно, содержания, но и также всех тех вдов священников, то есть не только структур, но и самих людей. Георгия Георгиевна, простите, пожалуйста, если можно к выводу. У нас время. Отдельно скажу, что большая часть братчиков, они были разных профессий, прежде всего очень большая часть была юристов, которые вырабатывали какие-то положения, борьбу за перерегистрацию церквей, и вот эта перерегистрация тоже хотелось одно слово сказать. Дело в том, что борьба за каждый приход переведена была в юридическую плоскость в 2020 году, когда необходимо было очень мобильно собирать быстрое общение и в борьбе с общиной путятой заключать договор. И вот именно то, что в коллегии находились брачки юстиции, естественно, они были связаны между собой незримо, это давало возможность удержать весь город Пензу в таком каноническом единстве. Такие же связи были у врачей, которые давали заключение для заключенных положительное, соответственно. И естественно, что город Пензу он маленький, учитывая, что сами революционеры были в основном пришлыми, так же, как и сам Путята. Соответственно, связи вот эти незримые, они помогали более эффективно реагировать быстро, мобильно, эффективно. Такие отделения братств были созданы по всей Пензской губернии, такие ячейки были в каждом уезде. И таким образом, это вот такая была прям сетевая структура приходских союзов тире братств с уставами и с подчинением Владыкиану. Жизнь оказалась этого братства короткой и официальной в 19-м году по доносу Путята, он писал не один раз доносы, естественно, и были арестованы большое количество, практически все священнослужители братства и некоторые братчики всех 13-ти церквей. Пензская церковь была обезглавлена в конце 19-го года и таким образом Владыкиан вынужден был управлять самостоятельно, только благодаря его уже самостоятельному управлению Пензская церковь смогла до конца справиться с Путятинской смотой и выжить. К выводам. Таким образом, хочу сказать, что первое, благодаря деятельности братства сохранен приход как основная структурная единица, ядро церкви. Благодаря участию членов братства в процедуре перерегистрации церкви в 20-м году каноничная церковь Пензской епархии смогла удержать и сохраниться юридикцией практически всех храмов. Подача заявлений для заключения договора пользования от лица общины в союзных местах смог оперативно сформировать необходимое число людей, преданных церкви, получить пользование храмов. Второе, сохранено хоть и неодолгий срок управление пензской епархией посредством регистрации союза православных христиан как юрлица. Условия запрета регистрации каноничных органов управления епархией как части церковной структуры братства смогла стать альтернативой и выполнять функции апархиального управления и канцелярии. Причем юридически главой братства был не епископ Анна Миренин. И третье, благодаря активной позиции сплоченности членов братства православная церковь Пензи смогла сохраниться в физическом смысле. Благодаря письменному ходатайству местные и центральные органы ВЧК, также их личным приемам в госорганах были сохранены жизнью многим ярким исповедникам веры. И благодаря братству самое главное была сохранена жизнь самому епископу Анну, который в 20-м году был направлен святейшим патриархом Тихоном представителем Латвийской православной Церкви для возрождения церковной жизни в Латвии и сохранения там церковной единства с Русской Православной Церковью. Важен опыт создания данной структуры. Она оказалась чрезвычайно эффективной в экстремальных условиях решением вопроса готовности Церкви к вызовам времени. Благодаря широкому участию в ней миномерян стало возможным легально существовать в условиях советской действительности и не обращать на себя огонь со стороны госорганов. Разрушался стереотип советской власти о возможности функционирования церковной структуры только в рамках церковно-управленческих структур. Кроме того, участие минерян дало им возможность активно исповедовать Господа и понести свой личный подвиг. Стоит отметить, что с формальной ликвидацией братство не прекратило свое существование, затем вылилось в братский уклад уже Николая Польхаритудова, связанная с общиной Сергия Мечева в общении священника Николая Прозорова, протеерия Владимира Туболевского. Следы религиозной культуры, принесенной священному ченнику Николая можно было наблюдать и в образ жизни пасту до перестроечной поры, правда, сами стражеры за давности лет уже не могли поведать и бысток в своих духовных обычаев, хотя они наблюдаются. В советские годы переездного община в другие города, опыт пенецкого братства православных пензи, которые развиваются и крестный ход, который совершится 18 февраля в память о том самом крестном ходе общегородской, мы надеемся, он уже состоится и это поставит такую хорошую точку и послужит стимулом для развития братских традиций в пензи. Спасибо.